господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного когда потеряю стали мы восстанавливать то каждое воскресенье я говорил тематические по теме занятия шли и вот они сохранились благодаря старости игорь барабаш он записывал а потом я попросил вот этот магнитофон куда кассеты можно вставлять вот она как и то ли петеримов сделают я ногой на это наступаю веревочка была я дёрну опять запишу опять дерну и вот так ногой делал придумали какой вот он магнитофон и никто не знает то есть будет здесь но надо стоит вот вот маленький такой магнитофон подолговатый он радиоприемник одновременно и вот 123 сохранилась занятия проповеди и не коротенькие они это то что сохранилось остальное не сохранилось мотофон сломался или что несколько проповеди записал андрей у него потом появился в конце уже а у меня вообще никогда его не было такого маленького и на улице проводили электричество и кажется еще не было у нас ну как то так все было итак тема времена не опоздать не опоздать так подожди так говорить нет у тебя ну все не опоздать времена и не опоздать если мы будем все знать о времени но будем опаздывать смысла тогда нет в наших знаниях это тогда будет для тех за что будем биты лука 12 47 48 раб же тот который знал волю господина своего и не был готов и не делал по воле его бит будет много а который не знал и сделал достойное наказание бит будет меньше и от всякого кому дано много многое потребуется и кому многое верено с того больше зыщет как сразу скажем что тема времени это тайная тема который никто никогда осветить не мог когда я впервые встретил это выражение у рогозина павла там задумался и не согласился как же так время есть часы идут все понятно тут и объяснять окажется нечего оказывается что слово время вообще не объяснено и никто в мире не знает что такое время смысл в том что никто не знает когда она появилась если материалисты говорят что все произошло в определенный промежуток времени то мы спросим в какой они говорят человек возник 700 миллионов лет назад из букашки таракашка из карася порося и опять в гуся и так дошло до человека эволюция какая путем эволюции допустим что это было но тогда вопрос остается еще таинственнее а что же было 10 миллиардов лет тому назад вся наша галактика все миллиарды звезд были сжаты коллапс давил их в таком состоянии что все нужно было бы рассматривать микроскоп потом от чего-то произошел взрыв и из этого из всего разлетелись миллиарды светил в общем то это не противоречит священном писания брок бог произвел правда не из молекулы но из ничего а это еще более таинственно а что же до этого было интересно же знать что же дальше за этим миллиардами световых лет бесконечность как это пусть идут миллиарды тысячелетий а потом что то же будет что же говорит библия что было до нас и что будет после вопросов много и ответы искать только в библии святой вся история мира имеет временный временной отрезок времени до этого до историческая вечность потом вот это наша история и потом после историческая вечность когда закончится мир бытие 1 1 в начале сотворил бог небо и землю марка 16 в начале же создания бог мужчину и женщину сотворил их библия же говорит что отношение к времени изменится откровение 10 6 и клялся живущим во веки веков который сотворил небо и все что на нем землю и все что на ней и море и все что в нем что времени уже не будет время пространство ужаса и человека день 2 год миллиард а где-то конец будет никогда я в детстве слышал выражение будто бы бог сказал терплю до конца а буду мучить без конца это меня удерживало от преступления и от грехов если в самый момент преступления я умру то где я буду вот это было крепкой уздой которая не позволила упасть ту яму из который не возвращается господь позволил найти евангелие и вот рассматривая евангелие жития святых я пытался через некоторые слова определить хотя бы приблизительно как нам пользоваться этим непонятным временем а самое главное жизнью а самое главное своей жизнью это я говорю при жителе потеряевки они сидят и фотография сохранилась одна в этом назначение понятия времени пользы никакой не будет если мы разрешим вопрос философски по теории относительности Эйнштейна а не поймем того что касается нас лично моей жизни главное значение времени не опоздать мы опаздываем всюду как это выглядит почему мы не должны медлить как бог на это смотрит я начал со слова вечность и до мгновения вижу что тема расплывается до бесконечности отчет нашего времени начинается с момента творения как говорит об этом библия бытие говорит в начале сотворил бог небо и землю отсюда начинается отсчет в дней бытие 1.5 и назвал бог свет днем а тему ночью и был вечер и было утро день один слово день появляется в первых стихах библии в начале сотворил бог и сразу сказал день смысл в который вкладывал моисей в святослово мы не знаем такие знатоки священописания как епископ михаил семенов считает что это определенный геологический период допустим 700 миллионов лет тогда все сходится откуда взялся каменный уголь происхождение нефти образование гор и вулканов понимать этот день как 24 часа так никто не понимает современные исследования радиоактивные изотопные показывает что срок жизни на земле не 7500 лет но намного больше что это миллионы лет а по библии это так не получается значит действительно у бога один день как тысячи лет у василия великого написана целая книга называется шестоднев она особенно популярна у старообрядцев чем заканчивается история мира откровение 20 и 25 ворота не будут запираться днем а ночи не будет слова день зафиксировано в библии две тысячи пятьсот шестьдесят два раза время библии встречается девятьсот сорок девять раз это значит что бог непрерывно нам напоминает ценить день сегодняшний слово ныне четыреста шестьдесят шесть раз и слово сегодня сто тридцать три раза евреям 3 15 доколе говорится ныне когда услышите глаз его не ожесточите сердец ваших как во время ропота священное писание говорит причину 27 1 не хвались завтрашним днем потому что не знаю что родит тот день и а как 4 13 17 теперь послушайте вы говорящие сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год и будем торговать и получать прибыль вы которые не знаете что случится завтра ибо что такое жизнь ваша пар являющийся на малое время а потом исчезающий вместо того чтобы вам говорить если угодно будет господу и живы будем то сделаем то или другое вы по своей надменности чеславитесь всякое такое чеславие есть зло и так кто разумеет делать добро и не делает тому грех написано вы которые не знаете что будет завтра чеславитесь а такое чеславие грех что такое время нам объясняет отчасти блаженный августин он говорит прошедшая минута день год уже не твои будущее еще не твое оно еще не известно придет ли к нам будущее оно еще не известно будем ли мы жить в этом доме может быть здесь будет жить какая-нибудь другая нация а может быть земли земли уже не будет ее сожгут нам принадлежит только настоящее мгновение не принадлежит даже секунды а только мгновение в котором мы сейчас ощущаем свое бытие какой вывод солом 89 12 научи нас так числе дни наши чтобы она приобрести сердца мудрые 89 псалом как будто никто и не видел хотя 90 читает постоянно так и 50 все считают несколько раз в день а 49 как будто и нет предыдущие псалмы такие емкие а 49 говорит как раз о временности нашей жизни о том как и с кем нам заводить дружбу в этом мире и 89 49 оба говорят о времени как будто специально для нас как самое злободневное затрагивает я нигде не читал об этом а там живые помощи а тут помилуй меня божие что предыдущие такую роль играет я просто считал это увидел слово час что об этом говорит библия 81 раз встречается это слово библии это имеется ввиду с неканоническими книгами данные впервые это слово прозвучало за 600 лет до христа как будто день и ночь делили на какие-то другие отрезки и раньше когда симфония это было это там указано даже где на канонические книги то я сидел и рукой считал сколько 900 представь сколько времени уходила на это чтобы выдать эту цифру я вручную считал когда люди узнают это дело они так ахнут это все вручную вручную у меня не было ничего симфонии составлял вручную еду в новосибирск в электричке а там сидишь сиденья сколько четыре человека напротив четыре и через коридорчик когда ходят люди где проход то у меня все это заставлено было бумагами вот так вот лесенкой где-то какое слово куда вписать а еду дорогой даже вообразить нельзя 475 листов вот эти полные которые пишут формат какой 475 вот таких листов как составлял симфонию так ободрись со всей яростью давай так ярости делали на даниила 416 тогда даниил которому имя валтасар около часа пробыл в изумлении и мысли его смущали его царь начал говорить и сказал валтасар да не смущает тебя этот сон и значение его валтасар отвечал и сказал господин мой твоим бы ненавистником этот сон и врагам твоим значение его и заканчивается откровение 18 9 10 и восплачет и возрыдают на ней цари земные о ней блудодействовавшие и раскошенствовавшие с нею когда увидят дым от пожара ее стоя издали от страха мучения ее и говоря горе тебе великий город вавилон город крепкий ибо в один час пришел суд твой это мы считаем в москве речь идет внезапность и стремительность гибели города обольстителя понимаем что речь идет о москве во времена христа день делился уже на 12 часов а до христа мы сказать не можем данных у нас нет иоанна 11 9 10 иисус отвечал не 12 часов во дне кто ходит днем тот не спотыкается потому что видит свет мира сего а кто ходит ночью спотыкается потому что нет света с ним 3 езда 4 34 36 итак взвесь на весах и наши беззакония и дела живущих на земле и нигде не найдется имя твое как только у израиля когда не решили перед тобой живущие на земле когда не грешили вопрос или какой народ так сохранил заповеди твои между сими хотя по именам найдешь хранящих заповеди твои а у других народов не найдешь ну почему господи ты нас наказываешь то но у нас хоть одного то можно найти а у них вообще ни одного нету святого и далее 48 50 стихи и я стал и увидел вот горящая печь проходит передо мною и когда пламя прошло я увидел остался дым после всего прошло передо мною облако наполненной водою и пролился из него сильный дождь но как скоро стремительность дождя остановилась остались капли тогда он сказал мне размышляя себе как дождь более капель а огонь больше дыма так мера прошедшего превысила а остались капли и дым о какое сравнение ни одного часа больше назначенного жизнь на земле не продлится запоминайте заучивайте минута если что об этом библии только три раза и говорят о внезапности прихода бога и гибели от него исход 33 5 ибо господь сказал есть ибо господь сказал моисею скажите нам израилевым вы народ жестоковыйный если я пойду среди вас то в одну минуту истреблю вас итак снимите себя украшение своей я посмотрю что мне делать с вами и наше слово минута библии есть не думал даже об этом понимаешь как это полезно знать это занятие идут потеряевки и зеки 26 16 на какое понятие было минуту еврея 60 секунд или какое в евреи было понятие минута написано моисей говорит часов не было но понятие было понятно если прямо присутствует не 12 и слова не 10 а 12 наши двенадцати в ночи значит сутки 24 часа во время христа уже знали мы не можем опровергать мы даже только принять это так на зачем нам начинался верующим так языки 26 16 и сойдут все князья моря с престолов своих и сложат себя к мантии свои и снимут себя узорчатые одежды свои облекутся в трепет сядут на землю и еженаминутно будут содрогаться и изумляться о тебе и зеки 23 минута слова минута 32 10 и приведу тобою в ужас многие народы и царих содрогнуться о тебе в страхе когда мечом моим потрясу перед лицом их и поминутно будут трепетать каждый за душу свою в день падения твоего и опять в языке или и об украшениях говорится здесь же богу это все настолько противно что он истребит на вас вместе с вашими сережками дырявые уши ваши это я уже своим говорю уж это продыряю ли я говорю третий ездры 16 39 40 как у беременной женщины когда в девятый месяц настанет ей пора родить сына часа за два или за три до рождения более охватывает чрево ее и при выходе младенцы из чрева не замедлят ни на одну минуту так не замедлят прийти на землю бедствие и люди тогда во времени восстянают более охватят их скажите женщины которые рожали можете вы так натренироваться чтобы сказать мужу ты иди на работу а я пока не буду рожать подожду тебя никак ну один день могла бы подождать раз ждала девять месяцев а ездра и говори что при выходе младенец не замедлит ни на одну минуту не врач никто не может сказать прекрати это все уже воля твоя переходит туда передается младенца во чреве он начинает руководить нижними дверями и он говорит все мне пора выходить открывайте двери и ничего ты не сделаешь волю твою часы твои все берет на себя еще не рожденный и включает свои часы и говорит все мое время кончилось я выхожу что интересно когда человек попадает в заключение по закону то он попадает под часы государственной юстиции и вот если сказали что его освободить к двум часам а за ним какие-то долги он сидит в карцере то нельзя вообразить что он там делается как действует закон я работал на производстве это называется промзона мне дали легкую работу и отчислился туберкулезным хотя еще и не заразился но от поотемнение в рунках было рукавички выворачивать и вдруг посыль не прибегает бегом за мной как бегом бегом не бегать здесь я сказал бегом беги я побежал разговаривать не будешь иначе палка сзади прибегаю они срочно давайте все что его есть быстренько собирая свои вещи а в чем дело время без двадцати минут два а москва дала указание что к двум часам должен быть на свободе о как я это испытал все это на мне было а я еще ничего не знаю а я еще не обедал ничего не знаем кто-то меня под руки тащит кто-то пытается проверять мои вещи офицеры вокруг меня окружили но те кому я поручен отталкивать всех никто не приближайтесь к нему скорее его по нас за зону в два часа не дай бог кто-то москву сообщит свобода и никаких разговоров ни начальник никто не имеет права вести все все преды мной только расступается ворота раскрывается и я на свободе я на свободе я вышел такой но я сказал я вернулся должен начальнику рассказать что здесь делается и написал центральный комитет партии и лагерь расформирован нет его вот какие дела были начальник смотрит без пяти два вы свободны а теперь решать ли свои проблемы в зону если проникнуть вам надо пишите заявление заявление но я дам вам что есть чтобы туда не попасть и это абсолютно везде так допустим человеку дают обвинительное заключение он полтора года сидел ждал пока дело его расследуется наконец дело расследовали все это следователь написал и получилось 115 50 страниц трое суток дается тебе на чтение в чем тебя обвиняет чем подозревает ты можешь там на суде оправдываться суд привезли судя спрашивает обвинительное выдали выдали трое суток прошло и суд начинается в 10 утра а мне выдали только в пять вечера все тогда если у него два с половиной дня получается то а его там томили в отдельном стаканчике везли там с горы суд сидел ждал и вот так у меня два с половиной дня все ни один суд я судить не будет три дня положено его опять захватили опять в лагерь опять обыть но вообще не расскажешь даже положено допустим если тюрьмы нету а кпз предварительное заключение в рубцовске а следователь допрашивает как он допрашивает его 13 дней боится как бы больше не было теперь и так барновол в тюрьму там побудет теперь приезжает опять 15 дней можно но он уезжает там его надо там допустим помыть или как здесь он попал то сегодня у нас банный день в бане там ну под душем он помылся помылся утром а вечером по этапу его опять ведут в баню но тут он прошел по одному закону по положено для всей тюрьмы а для этапников надо еще раз помыть его да я мылся иди не разговаривай подло из-за тебя еще буду и опять хоть еще делать я буду два раза на дню мыть а чтобы дорога не просили есть им дают селедку человек нахватается а пить не дают чтоб в туалет не водить то все вдумано дальше все тогда его возят назад ждут пока машина приедет придет из кпз опять везут его в тюрьму чтобы эти часы прошли ровно трое суток должно пройти иначе тут не может начаться даже если прочитал знает наизусть свое дело нет закон гласит так и в этом есть смысл я долго думал что это такое почему это так наступило время открывать двери говорить ездра женщина можешь ты удержать младенца хоть на одну минуту ездра говорить не может а вы будете спорить у каждого назначен день выхода из этой жизни это я проповедь говорю ни на час никто не может задержать бьевол бог может приходит врач василий великому еврей ходил смотрел обследовал доктор медицинских наук профессор все звания и он уже тысячи человек на руках своих держал умирающих и говорит ты должен умереть через полтора часа а василий видяки говорит ты еще должен к богу обратиться я тебя должен крестить и только тогда умереть вот если через полтора часа не умрешь тогда обращусь два часа проходит а василий недвижимый парализованный и говорит видишь я не умер он говорит верю тогда василий великий встает с постели одевает лизу и говорит пошли в храм я должен сначала тебе крестить окрестил это продолжалось не час не два а до шести часов простил вернулся и говорит теперь можно помирать лег вытянул ноги руки сложил до свидания и умер святые это могут так это было у марка грабокопателя в пещере в киевских пещерах он рыл могилы пришло время хоронить одного монаха а у него могила не было готово братья пришла и стала на него наругаться тогда он подошел к покойнику и говорит брат афанасий из-за тебя на меня нападает ты бы не умирал еще тот глаза открыл лежит воскресенье умирает братья пешили смотрит он лежит глазами моргает копает день копает 2 а тот лежит глазами моргает а когда марк докопал пришел клиенту не протухшему и говорит пора брат могилка твоя получилось что надо то глаза закрыл и помер то есть эти люди могли задерживать свою смерть вопровержение всем законом а минуте говорится в библии только восемь раз как мы должны посмотреть как мы должны ценить это время второе макавейске 9.19 так и щупка не тараторь потише маленько теперь-то будучи сокрушен начал он оставлять свое великое высокомерие и приходить в познание когда по наказанию божьи страдания усиливались каждую минуту 3 макавейске 5.32 когда иудеи увидели пыль поднимавшиеся от слонов выходивших из ворот исследовавшего с ними вооруженного войска и также от множества народа и услышали сильно раздавшиеся клики клики или крики клики клики то подумали что настала последняя минута их жизни и конец их несчастнейшего ожидания 3 макавейске 6.26 вот что сказал царь в ту же минуту разрешенные иудеи избавившись от смерти прославляли своего святого спасителя бога сказал и подтверждаем местами писания где слово минута встречается сарахов 1.27 минутное страдание производит забвение у тех у тех наверно пробел должен быть а то получается тех у тех утешение забвение у тех утешался человек это кончина у тех и при кончине человека открывается дела его давайте запишем слой ослове время сарахов 30 26 ревность и гнев сокращают дни а забота прежде времени приводит старость есть люди которые не могут жить без забот они постоянно заботятся о том что будет завтра послезавтра а говорится что забота прежде времени приводит старость перед зеркалом на себя посмотрите скажите сколько вы заботились по пустяшному показывает на меня а сам то весь заботах всю жизнь а других учить не заботиться да я заботился очень много серахов 32 13 вставай вовремя и не будь последним поспешай домой и не останавливайся когда бываете где-то и приходится вам сидеть за столом он говорит любителям обедать серахов 39 40 41 что все дела господа прекрасны и он дарует все потребное в свое время и нельзя сказать это хуже того ибо все в свое время признано будет хорошим я это говорил про это занятия проповеди не написаны у меня не было без конспектов говорил это еще надо учитывать поэтому речь ну такая разговорная она еще можно же и лучше принимается одно дело прочитать но мы должны библию приблизить к ежедневному обиходу нашему вывод делаем такой что мне необходимо сегодня бог дарует в избытке у меня есть такая маленькая хатка в которой я живу как в скворечнике но я благодарю бога за это за все что меня есть за здоровье какое есть если прошлом году мы чего-то не могли сделать а в этом смогли то спрашивают а почему тогда не могли значит было не время а почему именно нынче а почему именно сейчас а почему именно через этого человека мы не знаем мы должны только благодарить вот и все а почему ельцин не пришел раньше на пришел выбор бы горбачев да не было бы этого гонения да да не погибла бы земля русская а все было было бы все бы было его бы просто само в гулаг отправили вот так все потребное и мужа благопотребного господь хранит на свое время я так отвечаю это почему до вас никто канона критского не делала на три ступени поднял потому что его я не родился это мне отмерено богом было а почему никто комментарий недавно обложена фипелакта за 900 лет я отвечаю потому что я не родился и как трогать а я вызываю их этим тебе то что-то доверено нет вот почему никто не сказал раньше это чтобы по четырем параметрам на любой вопрос отвечать библия жития святых творения святых отцов и каноны не было почему потому что я не родился вы много берете на себя я не беру как мне бог дал и повесил на меня я не сбрасываю это иго мы не знаем какие еще реформаторы идут впереди какие уздечки и бичи какие скорпионы нас готовятся и это все будет свое время мы без скорби не останемся когда задумаешься о том какая земля какие воды у нас то кажется живи работой поши ты на этом поле нет какие-то чеченцы какой-то китай лезет какие-то опять выборы этого зюганова боятся опять придут репрессии тридцать седьмого года придут вопрос да жить да жить бы но мошкара полезла комарьё мыши крыса заедает варьё на потерявку залиться пожара со всех сторон в свое время это хорошо одно а во вторых без скорби не спастись господь каждому поколению дает свою часть скорбей мы должны достойно это перенести скорби даруются богом для исцеления для освобождения от ненужного иначе мы не придем чувства сейчас так как прикинешь эх с каким парнем была знакома за него надо было выйти замуж как он за мной бегал а пошла за этого и с ним всю жизнь промучилась пьяницей но все приходит свое время тогда это было для меня самое лучшее на этом и остановись и издание и газеты сейчас издают такие интересные а почему не тогда а всему свое время мы еще не были как люди приготовлены к этой свободной прессе к этим передачам а почему раньше таких занятий не было почему эту тему раньше не раскрыли это я на камне уже мне не раз так говорили мне она как раз два года назад нужна была это проповедь она тебе одному нужна была а сейчас две тысячи человек ее услышали у бога все выверено все свое время признано будет хорошим я беру только потерявку сейчас когда она начала разрушаться как на печально было отец пришел и заплакал а тут как раз пришли были они проголосовали за разрушение потерявки обрисовали специалисты как хорошо укреплять их совхозы все будет в одном месте общая столовая бабы готовить не будут хлеб не надо печь а коровы в общем чтобы не будут и на молоко будут разносить бидон около дверей ставить как голландии а отец пришел и заплакал а мы раз мы рассмеялись тядь да ведь деревня стоит как раз ее можно разрушить глупы мы были а отец все понимал а теперь уже я смотрю на это с другой колокольни и вижу что сегодняшний потерявским вселиться было бы невозможно если бы господь не убрал тех прежних там пьяности кутабакуры матершинник если бы бог то не убрал на место не расчистил земля 20 лет субботствовала то есть никого там не было а теперь приезжают новые люди такую атмосферу такие правила такую молитву тогда невозможно было бы создать потому что тамошние пьянь блуд нас задавили бы все будет признано хорошим свое время не охранят а так клуб был клуб я храм-то теперь так что и гонение и разрушение это все хорошо как мы сегодня видим просто нам освободили место чтобы мы начали по-новому селиться новые люди новый дом стоит сейчас на этом месте мы можем собираться молиться а тут клуб пошел под церковь и оказалось что все хорошо в свое время сирахов 41 3 7 о смерть отраден твой приговор для человека нуждающегося и изнемогающего в силах для престарелого и обремененного заботами обо всем для не имеющего надежды и потерявшего терпения не бойся смертного приговора вспомни о предках твоих и потомках это приговор от господа над всякой плотью и так для чего ты отвращаешься от того что благоугодно всевышнему 10 ли 100 ли или тысячи лет в аде нет исследований о времени жизни бог не смотрит сколько лет ты прожил на то как ты жил пророк варух 5 4 6 навек налечется от бога имя тебе мир правды и слава благочестия встань иерусалим и стань на высоте и обратись на восток и посмотри на ведь детей твоих собранных от запада солнца до востока словом святого радующихся о божьем воспоминания них они вышли от тебя пешие будучи ведомы врагом и ведомы врагами а приведет к тебе их бог возносимых со славой как царских сыновей то есть и плен оказался на месте эти места чтобы привести список называют маковейская варуха не канонические книги но это только надо было знать наизусть я всегда радуюсь что бог мне открыл чтобы передать другим такие земли как россия за богатступничество наполняет не люди а бесы в корчено может быть два человека живут остальные просто демоны одеты в одежды человеческие потому что и такое варьё такая матерщина идет житие иринарха ростовского он говорил что в москве бесы ходят а не люди я оттуда взял не то что я на людей обижаюсь а я когда говорил в это в жерданвиле везде объявление было будущее россии во эти библии заголовок такой как плакаты висели и там пришли там китайцам переводили переводчики а потом я говорю и это сказал иринарх ростовский о ляхах о поляках а потом шел монах а вы сказали о монахе зашушукались там у нас поляки здесь есть я говорю ну к ним то какое отношение имеет третий ездор 512 люди в то время будут надеяться и не достигнут желаемого будут трудиться и не управиться в пути их то есть не исполнится все эти стихи желательно наизусть выучить это тех кто выдумает выдает желаемое завода выдает я сказал я думал мне казалось а я думал что раз верующая община то тут должны только любить друг друга а я думал что меня здесь будут понимать а я думал что мне помогут а я думал а ты-то тот самый что думал начинай исполнять начинай сеть раньше всех раздумал что и выполняет а третья ездор 624 и будет в то время вооружаться друзья против друзей как враги и устрашится земля с живущими на ней и жилы источников и остановится и три часа не будут течь жилами называется в земле вода где вообще удивительно в то время будут вооружаться друзья особенно много подробно о времени пишут ездор и соломоны они не объясняют что такое время они говорят как им пользоваться я нынче дал пять сеансов по радио на сотни тысяч слушателей о том что означает имена перечитал множество книг по этому вопросу особенно основателю труд отца павла флоренского и из всех книг я не мог взять для радиопередачи ни одной строчки вот как все перечеркнул и сказал чуши голематья понятно говорят пишут книг пересчитал массу и сказал чуши голематья и доказал по радио что все это чушь что имя себе ничего не несет лично для тебя если ты не будешь к этому стремиться а все авторы рассуждают так что если ты валентина то должна быть ростом примерно сто семьдесят два сантиметра чернявая и обязательно у нее будет 7 ребятишек а мы встречаем таких валентин у которых ничего этого нет и они совершенно противоположные какая чернява ребятишек это я продаю сестру сказал она тоже живет и столько у нее ребятишек но и весна как она склонилась и засмеялась а сразу и муж тоже сидит и любой это докажет я построил эту передачу так что означает это имя в переводе кто первоначально это имя дал кто первоначально с этим именем вошел в число святых и как нам их им подражать особенно тем кто носит это имя то есть практический путь наполнит нашу землю святыми если это владимир то что в нем самое ценное владеть миром каким миром почему мы ценим владимира и правильно ли он назван владимиром если говорим геннадий то что это означает я это объяснял что был геннадий патриарх что переводится но как благородный и как стремится к благородству после передачи я всегда оставляю телефон и как пошли отклики как зазвонил барнаул ох да благодарим хоть один раз мы услышали о зюганове хорошие я слову зюганов даже не говорил до чего вы взяли да нет наконец-то вы сказали о нем хорошие что он благородный да я и не о нем говорил а вообще геннадий да нет всем же понятно что вы о зюганове говорите нет я говорил о патриархе константинопольском другие звонят вы говорили о борисе мы таки думали что это несчастный человек и куда он завел россию да не о нем я говорил а к чему он должен стремиться на моей передаче по радио и уходить надо а телефоны звонить я не могу из редакции после передачи уйти как пошли звонить то мне особенно приятно был один позвонил голос такой выдержанный такой поставленный вас звать игнатий тихонович как это музыкально звучит я чувствую что вы не по написанному говорите я 30 лет проработал в этой области там где-то я впервые слышу такой разговор такую передачу но в похвалу что каждое место литературно связано не прыгает там где но для меня это приятно было я не скрою почему потому что для людей значит это доходит то есть каждый начал рассуждать а это означает что слово живое достигло ни на одну передачу не было столько откликов просто телефон разваливался и звонили противники вот 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 говорили сейчас и мы наконец узнали что за коммунистов голосовать нельзя я и слова коммунисты не произносил нет вы сказали что зюган вот такой да я ее имени его не произносил но все же понятно было то есть совершенно противоположные мнения пошли слово божье именно так и говорит почему на основании библии построены тысячи сект как один атеист сказал что библия это такая книга в который каждого жито по лопате третья ездра 743 день же суда будет концом времени сего и началом времени будущего бессмертия когда придет тление тема то время какая тема то развелась а конца кажется нет это мы половина прошли только глава исключительной важности о времени в наших библиях даже православных отсутствует примерно 70 стихов этой главы они полностью только в ульгате у католиков в трехтомной библии лопухина и у меня есть эти стихи да оказывается что когда библию переводили то там просто отсутствовал этот лист и он не попал с того списка теперь его начинают к нам перетаскивать но уже неизвестно к нам войдет он или нет православной библии этой главы нет а я узнал это недавно лет семь назад а до этого мне несколько раз снился один тот же сон я просыпаюсь и говорю жени а библия то у нас неполная вот интересно сон мне был я не говорю кому им сон отоснился никто ни разу не подтвердил я просыпаюсь утром и говорю мне во сне доказывал кто-то я не могу понять библия у вас не полная православная а я буду так а больше нет ничего я опять просыпаюсь на следующий день опять вот это это бог мне открывает почему я говорю бог меня избрал на это дело на библию дальше стану проснусь и думаю почему мы наконец узнаю что библии этого нет день суда будет концом всего времени и началом времени будущего бессмертия нам обещано бессмертие а как мы к нему готовились 3 езды и 9 1 12 он отвечал мне и сказал измеряй измеряя измеряй время в себе самом и когда увидишь что прошла некоторая часть знамений прежде указанных тогда разумеешь что это и есть то время в которой начнет всевышний посещать век им созданный когда обнаружится в веке колебания мест смятения народов тогда уразумеешь что об этом говорил всевышний одни бывших прежде тебя от начала как все сотворенное в веке имеет начало равное и конец и окончание бывает явно так и времена всевышнего имеет начало открывающиеся чудесами и силами и окончания являемые действиями и знамениями вот как надо принять время по знамениям что в израиль избрали первосвященника такое то делается вот это сейчас что делает там воюют мусульмане китай это признаки времени всякий кто спасется и возможно делами своими и верой которые веруете избежать от прежде сказанных бед останется и увидит спасение мое на земле моей и пределах моих которые я осветил себе от века тогда пожалеют отступивший ныне от путей то путь отныне но от путей этот путей от путей моих и отвергшие их с презрением и прибудут в муках нашего опечатка программе те которые не познали меня получая при жизни благодеяние и возгнушали законом и не уразумели его но презрели когда еще имели свободу и еще отверстие было и место для покаяния те познают меня по смерти в мучении измеряя измеряя время в самом себе измеряя время в самом себе вот главное чтобы заговорила слово конкретно со мною почаще рассуждать и о времени большая часть времени уже прошла ах молодость повторись уже на поле рихтера есть рассказ под новый год где он говорит о время повторись о возвратить время я буду жить по другому совсем у шмелева описывается как англичанин беседует с русским и говорит я смотрю на вашу беспечную жизнь и мне кажется что каждый русский воображает что у него две три жизни в запасе говорят что у русских отличает широта души а широта души у нас в авось и небось только в этом больше ни в чем авось пронесет небось ничего не будет вот это наша авось и небось самую самую богатую землю сгубила один из талантливейших народов пошел на истребление мы теряем сейчас каждый год более миллиона и видимо дойдет до того что будем терять до трех пяти миллионов в год последние годы на что мы похожи мы развалюхи мы ничего не сохранили ни наследие прошлого ни классики ни музыки ни песен мы не воспользовались временем отпущенным нам я всегда удивлялся почему пушкин гениальничный человек своего времени ни словом не обмолвился серафиме саровском они современники современники спойкочочину исследовал всяких бабок столетних искал она век никому не нужна бандитизм а серафим саровский под боком жил и он ни словечки не сказал об этом как будто не слыхал и не видал его это тоже удивительно было время говорят царь николаев пришел и сам себя предложил патриархи кавычки от мы стояли как оглушенные громом пишут свидетели те которые пойдут на эшафот потом все и не сказали ни слова ни да ни нет и он опустил голову и вышел какой пилюль он проглотил сам себя готов был лишить царства жены принять монашество оставить детей отрекался от всего чтобы россии вывести из прорыва сейчас мирные инициативы разоружение приписывает то брежневу то хрущеву а он посвящает специальный доклад что впервые это сделал царь николай еще перед первой мировой войной 3 ездра 144 46 и воззрел всевышний на времена гордыни и вот они кончились и исполнились лосьмера злодейств ее поэтому исчезни ты орел страшными крыльями твоими с гнусными перьями твоими со злыми головами твоими жестокими когтями твоими и совсем негодным телом твоим чтобы отдохнула вся земля и освободилась от твоего насилия и найдилась на суд и милосердие своего создателя воззрел всевышний на времена гордыни какая же сейчас у нас гордыня вот сегодня только еще желторотый птенец едва едва глаза продрал и он сразу начинает учить и учить не о христе проповедовать это мы все должны быть благовестниками так нет же он касается учения троицы передергивает судит наставника и чем кончается что процентной гибелью пока еще история мира не знает такого случая чтобы человек остался жив начиная судить наставника как человек который съел бледную поганку это гриб такой есть бывает что если ужалит гюрза 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 или королевская кобра и человек останется жив но съевший бледную поганку мировой практике не было ни одного случая чтобы остаться живым обыкновенный гриб у нас растет есть у него на ножке есть такие кольца бледная поганка а эти грибы и у нас здесь растут они обнаруживают свои действия когда кровь уже начинает разлагаться время гордыни а дьявол это воплощение гордости 3 ездра 16 39 40 как у беременной женщины когда девятый месяц подостанет и пора родить сына часа за два или за три до рождения более охватывает через чрево ее и при выходе младенца из-за чрева не замедлить на одну минуту так не замедлят пройти на землю бедствия и люди того времени востенает более охватит их люди этого времени востенает время революции время скорби время ничего не делания то есть когда люди не ценят своего времени мгновение что о нем говорит господь числа 16 21 а делитесь от общества всего и я истреблю их во мгновение стремительность наказания назову места которые показались мне самыми броскими надежными для определения себя в этом времени ее всем 17 18 что такое человек что ты столько ценишь его и обращаешь на нему внимание твое посещаешь его каждое утро каждое мгновение испытываешь его салон 29 6 ибо на мгновение гнев его на всю жизнь благоволение его вечером выдворяется плащ а на утро радость наказание от господа как бы не было длительно в этой жизни мгновение прище 12 19 уста правдивые вечно пребывает а лживый язык только на мгновение не бойся клеветника и лжеца и молвы его все это пролетит как мекина исаи 30 12 посему так говорит святые израилев так как вы отвергаете слово сие а надейтесь на обман и неправду и опирайтесь на то то беззаконие это будет для вас как угрожающая падением трещина обнаруживающаяся высокой стене который разрушение настанет внезапно в одно мгновение и он разрушит ее как сокрушает глиняный сосуд разбивая его без пощады так что в обломках его не найдется и черепка чтобы взять огня с очага или зачерпнуть воды из водоема ибо так говорит господь бог святые израилев оставаясь на месте и в так покое вы спаслись бы в тишине и уповании крепость ваша но вы не хотели лука 4 5 и возведя его на высокую гору дьявол показал ему все царства вселенной в мгновение времени тайна кино и телевидения 1 коринфянам 15 52 пришествие христово при водоросе 18 12 потише маленько все помедленнее вообще все вообще имели все вообще имели бесприч бесчисленных мертвецов умерших умерших или умерших одинаковой смертью и живших и живых не доставало для погребения так как в одно мгновение погублено было все все драгоценнейшие их поколения вот так будет в конце хоронить некому будет 3 ездра 15 55 мзда благо деяния твоего в недре твоем зато и получишь ты воздаяние угасатель мгновенный огонь в соломе я участвовал в тушении пожаров работал на мировой станции перекачки в порту клайпеда через который гонят нефть бензин и у нас сделали тренировки делать специальные глубокие траншеи в них выливают нефть и бензин пожары требуют таких жертв туда сливают целые бензовозы а потом поджигают я не знаю насколько но наверное горит намного сильнее чем когда бросали отрока в печь в вавилоне на сотни метров огонь потом дают нам сигнал подъезжать на машинах и это все тушится в течение примерно одной минуты техника называется ураган когда она идет то земля качается она гонит большой толщины одеяла пены все пеной заволакивает и огонь гаснет а к окну вертикальной плоскости ее не потащишь потому ездра говорит угасишь ли солома мгновенно нет не угаснешь не угасишь не угасишь не замедляй делай добро 4 цар 7 9 речь идет о прокажанных если видишь злодейство и вовремя не сообщишь властям или найденной вещи замедлишь позвонить будешь виновен если скотина осенью пристала то сразу везде объявите иначе скотина будет найден у вас и вы будете как воры это я потеряю с кем говорю так и было пристали три там коровы тёлки пока сообщили и приезжали с разных сторон а мы их держали отдельно как они выглядят не могут назвать какая краска еще вы думаете ты скажи как она выглядит ну и до свидания я еще раз напоминаю людям которые не знают библию вы слышали может быть что читая библию сойдешь с ума что библия сухая и скучная книга а здесь столько маленькое событие как интересно а если его экранизировать и показать а как интересно что же там было дальше а случилось что там был один неверующий человек и пророк елисей сказал что сегодня муку муку нельзя купить вообще а ослиная голова продается за кусок золота а завтра мука у вас будет продаваться за 30 копеек килограмм а тот говорит что хотя бы и небо творилось этого не будет а он царский вельможа который заведут хлебом и знает что ни копейки не осталось а пророк обернулся говорит завтра увидишь это своими глазами а есть не будешь и когда оказалось что шатры пустые а царь опасался засады и в городе хранилось две лошади их запрягли и посадили послали на разведку оказалось все брошено тут царь ему говорит чтобы он стал в воротах и следил за порядком народ голодный как ринулся этого вельможа смяли и затоптали пророк ему это и предсказал вот так многие не верят будто что-то будет потерявки верьте на сегодняшний день может быть и немного есть а завтра бог может такие житницы открыть такую небесную ману пролить что ты никогда бы сам не догадался не поверил а тут а то только увидишь и будешь растоптан да вот какая-то да вот какая-то община благодари бога за то что есть благодарить на сегодняшний день большего ты не достоин деяние 9 938 а как лида была близки иопии то ученики услышав что петр находится там послали к нему двух человек просить чтобы он не замедлил прийти к ним 26 ибо паулу рассудилась миновать ефес чтобы не замедлить ему в ассии потому что он поспешил если можно в день пятидесятницы быть в иерусалиме первое тимофей 3 15 я имею слово замедление экономия времени теперь слово замедлять отдельно поясняю чтобы ты если замедлю ты знал как должно поступать в доме божием который есть церковь бога живого столб и утверждение истины всегда спеши делать добро и посетить друзей храм но будь медленно словами на гнев сто раз пожалеешь если скажешь а если промолчишь то ничего тебя не убудет и бог оценит твою кротость один народ дан этого и двое ушей гораздо больше слушать надо чем говорить второе царство 24 7 и сказал давид омиссаю созови ко мне иудеев в течение трех дней и сам или сюда и пошел амиссай созвать иудеев но промедлил более назначенного сему времени тогда давид сказал овесе теперь надлежит наделает нам зла совей сын бихри больше нежели весолом возьми ты слуг господина твоего и преследуй его чтобы он не нашел себе укрепленных городов и не скрылся от глаз наших страшная история о нерасторопности бывает копает собирается как черепахи пока собирается поезд ушел я опять опоздала так было и во времена давида нашелся такой самей сын бихри которому не понравилось нечто а дело было совсем пустяковое кому воцарить давида какому колену чьи воины будут охранять и нашелся один человек раз вы первые а мы должны быть первыми тогда мы сами вами и знать не будем и в гости к нам не ходите и по шатрам израиль давид понял что этот человек наделать много зла десять колен отломилась царь немедленно посылает чтобы он догнал его чтобы в три дня покончено было с путчем а тот пошел и замедлил и ничего не сделал и за это он погибнет дальше пошлют иоава более решительного иоав тот дорогой встретит ты почему медлил скажет здравствуй брат как твое здоровье возьмет его за бороду чтобы поцеловать а сам ему кинжалом живот немедленно они прошли весь израиль и нашли один город в котором тыс которому крылся тот человек был приказ окружить кто этот город и уничтожить все если не выдадут этого человека если бы дудаева не выпустили из москвы то была бы чечня другой если бы ленина пломбированном вагоне не привезли то этого бы не было кончилась бы эта эпопея город окружили тогда одна из женщин выдала им голову саме и мужчины не могли ничего сделать а эта решительная женщина сумела спасти город который славился своими мудрецами вот такие женщины нужны чтобы вовремя умели принимать решение чтобы всякое зло грех умели истреблять евреем 4 1 посему будем опасаться чтобы когда еще остается обетование войти в покой его не оказался кто из вас опоздавшим кавычки открыты чтобы кто из вас не оказался опоздавшим этот девиз целой жизни монтирован церковный устав наших общин просьба на богослужение не опаздывать ссылаться на заторы на дорогах на транспорты не можете такого оправдания вас нет цени настоящее время дорожаем ибо дни лукавы придет время когда скажешь нет ни удовольствия в этих днях там болит тут радикулит не повернешься спешите делать добро эту фразу приписывают доктору газу серфиму саровскому другим ранняя пташка носок прочищает а позднее глаза продирает почему ранний носок прочищает она уже и червячку нашла и деточек покормила и уже порядок наводит есть и такая поговорка лучше поздно чем никогда песни поется летит безжалостное время промчались тысячи годов это бомтическое песнопение другая наша жизнь коротка словно птицы полет другая не опоздай друг милый священники православные их запрещают петь а я наоборот прошу учитесь петь они очень хорошие правильно составлены ничего еретического в них нет они добрые хорошие навеянные духом святым еще есть место есть спеши немедленно тушить огонь гнева подозрения ревности похоть и жадность огонь огонь и гнева огонь подозрения вот так дальше вытаскивать из воды промедление смерти подобно многие говорили но сегодня это приписывается дворянин ульянова когда он два до часа рассчитывал когда нужно делать революцию когда кто выходит из дворца все почитал время расставить все на свои места потому что старая дума кончилось время а новые не избрали он пришел то на без власти корона валялась на полу а царя уже нету поспешать правильно пользоваться временем пример от юлевичева шмидта исследователя севера одного из знаменитейших людей двадцатого столетия не смущайтесь что я называю именно людей не библейских и у нас латауст всегда этим пользовался пользовался апостол павел василь великий и григорий богослов слались и на аристотеля и на сократа и на кого только не брали а если считать наших святых то они непрерывно пользовались примером современников бытие 1922 поспешай спасайся туда ибо я не могу сделать дело доколе ты не придешь туда потому и назван город сейси гор поскорее выходи из трудного общества общежития местности от дурных книг радио телепередач сафония 14 близок великий день господа близок и очень поспешает уже слышен голос дня господня горького запиет тогда и самый храбрый внезапность пришествия христова деяние 2016 ибо павлу рассудилась миновать ефес чтобы не замедлить ему в ассии потому что он поспешал если можно в день пятидесятницы быть в иерусалиме то есть я к тому что надо спешить делать везде спешить кроме чтения библии молитвы я не 22 18 и увидел его и он сказал мне поспеши и выйди скорее из иерусалима потому что здесь не примут твоего свидетельства мне где опасность поскорее уходи оттуда евреям 6 1 поспешим к совершенству поспешим сегодня завтра будет уже не в наших руках серахов 43 5 велик господь который осоварил его и по слову его она поспешно пробегает путь свой научимся из природы как все спешит солнце и звезды и земля и птицы и звери спешат вылезти смотрите как сегодня ласточка за ласточкой летят и маленькие травиночки в грязь окунают и куда-то спешат гнездышко успеть сделать деточек вывести до холодов премудрость 19 2 что они позволят им отправиться и с поспешностью высловых раскаются и погонятся за ними только издадут хороший закон смотришь уже скорее его уничтожают и снова драконовские правила устанавливают в стране спешить защищать погубляемых 3 мудрость 18 21 я показываю дальше где надо спешить конкретные места ибо непорочный муж поспешил защитить их принеся оружие своего служения молитву и умилостивление кодильное он противостал гневу и положил конец в бедствию показав тем что он слуга твой стремительно 4 царств 9 20 у него сторож сказал доехал до них и не возвращается а походка как будто и уе сына на мессиева потому что он идет стремительно это бог через него переворот сделал в библии встречается это слово только четыре раза заметь как ты встаешь потягиваешься святыне разрешают отставать мгновенно нужно ноги скидывать когда господь решил наказать зло в израиле то он выбрал человека которого все знали по походке вот и видел этот фильм апостол этот лежит майор то спит а тот подошел там кто пониже его чинам то лейтенанта и будить не будет только затронул он сразу соскучил сразу дернулся все он уже готовый военный 1 макавейской 6 47 но увидев силу царского ополчение и стремительность войск иудеи уклонились от них 3 ездра 4 49 после всего прошло предо мною облако наполненной водой и пролился из него сильный дождь но как скоро стремительность дождя остановилась остались капли вот эта твердь которая вода сверху стремительно с воды это тучи вода они какие-то там пруды какие-то моря 3 ездра 13 11 и стремительно напал он на это множество которое приготовилось сразиться и сжег всех так что ничего не видно было из бесчисленного множества кроме праха и только был запах от дыма увидел я это и устрашился стремительно напал вот как когда отец аким жил в воронцовске воронцовке киргизии то мимо него в одном направлении проходил чеченец или лесгин как он ушел это надо было видеть ему было за 80 и каждое движение это толчок мы спрашиваем он идет а там к верху и он так вот идет папаха на нем ну никогда не дашь ему столько лет седой стремительный он так жизнь прожил то а это идет косолапит это там никуда не годится мы спрашиваем почему они бодрые такие все до старости потом я понял в горах когда они поднимаются это идти не по ровной дороге работает все мышцы спины почему они и стройные все такие как мцири у лермонтова они с детства к этому привыкают и вот приближается войска городу кто идет послали на встречу а гонец не возвращается второго посылает а то тоже не возвращается и уже совсем близко подходит а по походке идет стремительно это и и уй начальник и он успел всех истребить несмотря на то что два царя собрались вместе целая антанта 4 царств 9 20 внезапность атаки залог победы на каждого еретика но зло на злодейство вообще-то там больше подходит не антанта троицкий союз потому что антанта это были союзники как бы добрый антанта троицкий союз это были турки японцы и другие народности так что антанта называли россия то с францией с англией против германии а как мы отвоевали поля наши у либо председатель сельсовета и слышать ничего не хотел а директор совхоза корчинский мануилова ничего кроме матов не услышишь мы стремительно напали вопрос решать только прошлом году начали и хорошо что нам сюда матерщинника прислали кабы не они мы бы еще молчали и терпели бы их они создали абсолютно нетерпимую обстановку и прокуратура дала указание немедленно разрушить их загоны для скота которые не столько лет держали прямо на территории нашей деревни потеряевка а их село от нас за 15 километров находится представители президента подключился краевая администрация это стремительно нападение их всех обезоружило они все отступили вызвали главу поставили вопрос о снятии о земельном отделе поставили вопрос о снятии назарова который больше всех мешал а у нас то ничего нет фактически нам только молитвы помогали это главное я потом прочитаю еще благодарственное письмо из тюрьмы куда нас не допускали никак и наконец все органы попятились и встали на нашу сторону совершенно неожиданные делает выводы в начальник который сам был против и первый же начинает за нас заступаться вот лишь как какие люди у них определенно было до конца то надо читать немножко мнение было и они твердо стояли на этом ничего все попятились отступили и стали делать дальше но уже делать как указали они так я уперся и все а времени его тайна бытие 1 14 бог дал солнцу луну звезды для знамений времен и дней ее в 9 32 10 9 2 можешь ли расчислить месяцы бери беременности их и знаешь ли время родовых ланей всякое вещи свое время как и для нас время кпсс ушло теперь будет другое экклезиаст 3 11 всему свое время и время всякой вещи под небом 18 раз слово время в одной главе экклезиаст 8 6 потому что для всякой вещи есть свое время и устав а человеку великое зло от того экклезиаст 9 11 12 и обратился я и видел под солнцем что не по проворным достается успешный бег не храбрым победа не мудрым хлеб и не у разумных богатства и не искусны благорасположения но время и случая для всех их ибо человек не знает своего времени как рыбы попадаются в пагубную сеть и как птицы запутываются в селках так сыны человеческие уловляются бедственное время когда оно неожиданно находит на них отец иоаким не был еще священником и прислуживал в алтаре там был старенький священник или дьякон отец иоаким посмотрел на часы а тот и говорит на часы смотришь а времени своего не знаешь человек не знает своего времени не знает когда ему счастье подвернется не знает когда выигрыш когда проигрыш знал бы где упасть соломки выпасть подослал человек не знает своего времени деяние 2 20 22 и сказал даниил да будет благословено имя господа от века и до века ибо у него мудрости сила он измеряет изменяет времена и лета не излагает цари и поставляет царей дает мудрость мудрым и разумение разумным он открывает глубокое сокровенное знает что во мраке и свет обитает с ним выбрана и 700 702 канонических и 247 канонических мест о времени даниила 12 7 пол времени временем называется год амос 5 13 поэтому разумный безмолвствует в это время ибо злое это время значит понимать надо что можно мехи 2 3 посему так говорит господь вот я помышляю навести на этот грот такое бедствие которого вы не свергнете с шеи вашей и не будете ходить выпрямившись ибо это время злое аги 1 4 а вам самим время жить в домах ваших украшенных тогда как думать и в запустении нет них а вам самим время жить и домах ваших украшенных тогда как дом божий это запустение это ну ты выразишь чтобы так вы сделали черным то я же вижу тут вопросительный знак я даже не вижу вопросительное предложение не видно да конечно ну а как же я увидел то ко всем потеряевски это ко всем потеряевски вы храм стройте в первую очередь я говорю еще раз смотри пророк агей говорит а вам самим время жить домах ваших украшенных тогда как дом должен допустение они строили себе дома дом божий строили как только храм так никогда как для храма потрудиться так никогда времени нет а вам а вам время жить в домах ваших это я потеряю с ним говорю матфей 8 29 я им надоедал тут этими занятиями то и вот они закрещали что тебе до нас иисус сын божий пришел ты сюда прежде времени мучить нас дьявол знает время лучше нас у него часы очень хорошие электронные неизвестно только на руке или на хвосте где часы я когда сказал вы не очень нуждайтесь и тогда они собрались вместе и написали бумагу мне потеряевски с печатью знаете эти нам так много дают без этого мочи жить не можем и просим умоляем астыгнатий технич ведите у нас занятия раз вы не так реагируете неправильно еще буду время тратить то ну у меня документ просьба вести на бланке так дьявол так евреям 1 10 и вначале ты господи основал землю и небеса дело рук твоих 1 фессалоникийцам 5 1 а временах же и сроках нет нужды писать вы к вам братья откровение 12 12 итак веселитесь небеса обитающий на них горе живущим на земле и на море потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости зная что немного ему остается времени 9 июля патермуфии пришло время помирать одному юношу молодому подвижнику и вот он застонал что еще не готов там огрызался спал смотрел там дел все все у него есть маленькое замечание зашел третий в ответ это это все время огрызается и он такое патермуфия был он заплакал и говорит очень помолись чтобы один-то час бог дал мне до покаяния попытайся сказать как его какой интонации он говорил он умирает очень помолись чтобы один-то час бог дал мне до покаяния за лучше а он говорит сын мой да сколько же часов у тебя было что тебе еще давать вчера 24 до сегодня 24 да куда же ты часы эти девал да почему же на сегодняшний день ты отложил это часто но выражение не вошел в эту роль латаус говорит что если нет времени ходить в храм то брось все иди в храм сделай все наоборот пойди непременно в храм и не торопись из храма домой бежать и тогда у тебя на все будет хватать времени и чем дальше тебе до храма добираться тем это дороже бог считает каждый метр и бог дал этому юноше три года подвига 26 марта василий новый григорий григорий в жару заболел ночь как 40 лет показалось страданий в жару 44 23 наблюдая время и храни себя от зла и не постыдишься за душу твою более благоприятного времени чем сейчас больше не будет даже просить не стоит все у нас вас достатки мужья при вас никуда вас еще не призвали кому говорил перспешите провести себя в порядок относительно воинской службы служить в армии мы обязаны но присягу давать не имеем права это погубит душу а тело ничего не значит пусть ходят на передовую хоть под снайперские пули посылают это дело божие но обезопасьте себя вы знаете как это дело делается кто военкомат ходил пойти написать заявление чтобы тебя не призвали во время войны серакова 17 25 26 во время сытости вспоминай о времени голода и во дни богатства о бедности нужде от утра до вечера изменяется время и все скоротечно пред господом помни мы на днях читали как ефросинья рассказывала как их раскулачивали как ссылали как отправили на римские болота погибать серакова 26 7 иной молчит потому что не имеет что отвечать а иной молчит потому что знает время мудрый человек будет молчать до времени а тщеславный и безрассудный не будет ждать время на горячий опротиве и кто восхищает себе право говорить будет возненавиден я мог бы сказать жду когда серёжа скажет ну скажите меня спрашивать я сижу и жду когда он вызовет меня знать когда молчать и когда говорить глупый когда молчит он тоже может мудрецом оказаться а другой просто знает время когда говорить а другой как заведется так и затрещал пока последний патрон не выстрелит из пылеметной ленты так и не замолкнет особенно женщины развито мысливое дело чтобы мужья и чужие люди слышали ваш голос где это видано стирака 27 12 13 среди неразумных не трать времени и проводи его постоянно среди благоразумных беседа глупых отвратительно и смех их забаве грехом нечисло бутыльников и пивнушки кто кому чего должен серахов 29 2 10 вот это я буду тормозить вы просчитайте у нас длинная это дальше так для тех кто любит брать и не очень спешит отдавать и заучите наизусть благодарим бога дни лукавы время коротко торопитесь пока покаяться и принять святое крещение иначе окажетесь за воротами спасения сегодня есть время об этом подумай а завтра не знаешь день будет ли твой за каждое в жизни мгновение за каждый потерянный час за мысли слова и движения ответа потребуется нас каким дадим оправдание какое дадим оправдание что скажем защиту свою найдется для нас сострадание найдется ли нам место в раю художники все пытались изобразить то что сегодня называют остановить мгновение фотоаппарат и это же выражали художники слова как нужно ценить это коротенькое время если мы этого не ценим не оценим то лучшего просто не будет иногда говорят а вот тогда то мы жили как хорошо было как хорошо было такие люди и до нас были тысячи лет назад и написано не от ума ты это говоришь мы должны говорить что сегодняшний день еще лучше вчерашнего то не так лучи то не такой закат той ветер то холод и все лучше и лучше у нас и с каждым днем все хорошеет и хорошеет земля и как все прекрасно да нет вот у нас то там было лучше огурцы были чеснок а тут какая-то манна она противила нам и господь зарыл их всех песок окаянных чтоб не роптали богу нашему слова вот такое занятие благодарю конец